яркий педикюр я сегодня сделала хотела снимать мне сегодня девчонки так было плохо вообще капец просто капец мне сегодня было девчонки очень плохо мне так болела голова я такой боли не испытывала года два может быть даже больше а все видимо из-за того что я сразу не купировала вот эту боль головную то есть я выпила таблетку она не подействовала надо было бы быть не сразу вторую таблетку чтобы как бы усилить до лекарства я не выпила и поехала на работу на работе до часу дня я просидела просто вот с дичайшей башкой мне уже потом моя зам говорит слушай выпей хоть что-нибудь на медала пенталген понятно он мне уже не помог я позвонила сестре говорю все я умираю короче еду домой я умираю мне все мне просто не дико было бы плохо она прибежала мне дала таблетку еще одну я выпила девчонки таблетку у меня боль немножко утихла я даже поспала где-то полчаса а потом получается я просыпаюсь и голова всему знаете вот когда голова тяжелая вот я звоню к слушай как бы боль отступила но голова тяжелая горит нельзя терпеть давай я приду сделаю укол потому что горит час опять перетерпишь она год к вечеру тебя опять маханет вот она мне сделала укол и мне стало полегче но все равно такое немножко видимо от лекарств еще знаете тут вот состояние такое не очень я видимо устала вижу постоянно наверное напряжение на руки я не знаю короче чем связано либо это просто вот разыгралась дикая головная боль но надо теперь как-то отдыхать наверное больше я же вообще не отдыхаю правилам горит эгратник вообще не отдыхаешь то выходные то вяжешь то что-то делаю что убираешься горит и никогда не полежала просто тупо пришла легла и лежишь ты постоянно что-то делаешь наверное надо отдохнуть мне сегодня короче как курица мочона так что я не всегда бываю на позитиве не всегда бываю весело вот сегодня мне плохо я надеюсь что все будет хорошо обязательно обязательно станет легче все будет хорошо даже аппарат достала от давления который вообще уже покрылся пулю километровый надеюсь это временно у нас еще на улице погода такая вообще то солнце то потом все затянуло какие-то это бешеный ветер потом но это более классическое первое зеркало ну ты пока подождите еще другие то не меряну повернись спиной а карманы есть маленькие так ладно этот аб region а н ну к а наверно вот летни так давай дальше мы смотрим тут смотри отожди ну-ка застегнись это более такая прям строгая мне вот это нравится да ну-ка карманы рукава как тебе вниз рукава пустите не малый не будешь одевать что тебе велико это такая более строгая мы смотрим пришли покушать выбрали первый пиджачок так что сейчас мы будем есть девчонки с последних новостей у нас приехали рабочие соседям строят дом не договорила перебил меня телефонный звонок приехали делать дом нашим соседям вот у нас с утра уже с 8 начинается стройка я по поводу значит вчерашней моей больной шеи это был девчонки трэш и не помню говорила я вам или нет наверное говорила по поводу головной боли точнее даже не по поводу шеи я поняла что со мной случилось я в субботу была на тренировке на групповой и я знаю что мне нельзя делать упражнение связанные шеи и я прям почувствовала как сильно она у меня тут стала болеть во первых это были упражнения с гантелями а второе было упражнение на пресс с гантелей на голове то есть вот так кладете гантели и как бы делаете и в любом случае как бы я аккуратно не делала не поднимала тело все равно так или иначе шея у меня тянется и видимо вот и вот здесь вот у меня так болит вот это вот сейчас ну вот я прям растираю обезболивающим растираю мазью видимо вот это напряжение моих вот эти вот именно шея и вот эта вот часть от шеи вниз который идет плечо не плечо как вот зайка сзади вот это называется не знаю она видимо дало мне вот такой вот эффект потому что с воскресенье у меня уже заболела голова я выпила таблетку а в понедельник вот у меня вот такое вот случилось то есть это был вообще какой-то трешак честное слово просто даже по-другому не назову так что девчонки я надеюсь что все будет нормально мне еще постоянно это закладывает ухо я даже задумалась о том чтобы может быть попасть какому-то врачу который посмотрит именно если это операция реально ли она поможет мне не будет как бы это ухо закладывать тоже поехал тысяч не зарядился телефон сколько процентов покажи ну-ка сейчас девчонки матвея провожу подождите сейчас его повезу мы с ним потому что ходили мерили же вот этот вот бомбер-пиджачок и он оставлял велосипед у нас тут недалеко еще один поселок он там у меня с племянником гуляет у него разрядился телефон игру маты и пока телефон не зарядишь никуда не пойдешь вот поставил power bank сейчас поедем да так что вот такие вот дела мне надо нет матрия сначала я вешаю белье я сегодня ушла на работу и забыла повесить белье так нет и пока вот иди сходи свой бомбер повесь на вешалочку девчонки я нашла у здесь вот на затылке вот тут вот прям две точки просто дичайшая боль когда нажимаешь прямо аж пульсирует я надеюсь что мне это поможет буду потихоньку массаж делать обезболивать мазями а сейчас мы идем на поиски хрена ты хотел своих кроксах сейчас давай мои тогда крокса давай там где в обуви кем матвея на кроксах он говорит маму у тебя совесть есть верни мои обуви собаки иди сюда его цель какая стала блин и уперлась нет там желтые стоят не крокс вот я надеюсь что этот массаж мне поможет расслабить мышцы еще в ванне сегодня полежу и конечно сейчас никакого спорта пока не восстановится моя шея ужин обход девчонки мы набрали себе хреновые листочки хрена вы листочки сейчас пойдем закрывать огурцы по новому рецепту первый раз буду делать передала всю кровь мне огурцы вот и жалко чтобы они не пропадали пошли лиза подожди стой ну-ка лапку могу я съесть столько не съешь все смысле сделал квартиру и там были банки что смотрим все получится девчонки рецепт я скинула вам в telegram сама готовлю под этому рецепту первый раз вот уже два раза я залила третий раз сейчас буду кипятком кипящим заливать добавила сюда уже соль сахар и уксус посмотрим что получится в принципе если даже ничего не получится и не расстроюсь ну как бы не сильно сложные рецепты вот плиту десять раз протерла потому что постоянно копаешь это но не очень вот так что у меня вот получилось три баночки нужны литровые банки у меня вот такие они три штучки было побольше мне чуть-чуть осталось огурцов но мне не хватило я старалась подбирать ну чтобы они были примерно одинаковые такие красивенькие знаете чтобы было приятно кушать так что девочки пробуем экспериментируем авось что-нибудь да получится девчонки вот мои заказики отправляются точнее не моя ваши заказики отправляются своим хозяйкам так я все красиво запаковываю очень мне понравилась эта лента вообще там классный такой приносит изюминку заказ вот здесь шапочка и она полетит к своей хозяйке девчонки я не снимала два дня вообще ничего потому что состояние не было еще то слава богу немножко мне стало лучше я поняла что это от тренировки с кантелями которые сделаны неправильно я сделала групповую тренировку я вы здесь потянула мышцы шеи которые дали мне вот такой эффект это конечно девчонки адовая вообще вещь правильно мне писали в теле даме моей девочки что я на ты перед свое время спортом тоже испортила себе все сиди к ты дома простите этот убираюсь с вами хожу мне муж так и сказал он говорит слушай есть и говорит у тебя будет болеть я тебя просто запрещаю ходить спортзал вот просто грибы скандала но слава богу мне становится полегче конечно еще какие тренировки я никуда не хожу ничего не делаю просто дома вот все различных можем находили гуляли пешком короче возвращаюсь в жизнь даже вот когда я долго держу вот этот до телефона сразу начинается болеть короче перетрудила себе всю на свете как всегда мой завтрак это сегодня яйцо с беконом кусочек хлебушка сейчас я намажу вот такой привет одна конфета это всегда на утро я себе разрешаю одну конфету кофе в общем-то великолепный век продолжаю смотреть приятного аппетита девчонки я еду с работы домой на улице очень сегодня жарко телеграм-канале затронула такую тему по поводу сглаза потому что когда у меня заболела шея мне муж сказал тебя говорит сглазили сто процентов говорит я конечно не верю в это все но знаете иногда какие-то тени сомнения меня посещают а мама вообще моя говорит что заканчивай закрывай свой канал тебя точно сглазили я надеюсь что не все верят в это то что какие-то силы существует наверное есть но это скорее всего наше само внушение и мне кажется каждый человек может так или иначе сглазить либо сказать какое-то слово в какой-то момент и не очень приятно но знаете бывает что все сбывается так что девчонки я вот вам говорила в прошлом видео что давайте творить добро не будем друг друга обижать не будем друг друга обзывать еще хочу сразу сказать некоторым моим комментатор шама по поводу правильных наклонений слов либо ложу кладу девочки ну если бы у меня был канал веду уроки русского языка и грамотность да но я думаю что можно было бы мне сделать замечание вот но я никогда даже если я работаю сфере образования поверьте люди педагоги я вам говорю за всех своих педагогов они обычные люди обычные а и не факт что всегда все прям говорят мега грамотно не придирайтесь будьте добрее наконец-то мы дождались красного перца все верили в том что он покраснеет вот тоже начинает краснеть потому что у нас всегда перцы никогда девчонки не краснели я не знаю вот на старой даче вообще не краснели что мы с ними только не делали наконец-то красненький свой собственной так огурчики тут тоже конечно их мало они уже такие хиленькие но ничего еще еще поедим огурцов и свекла видите как выросла лиза нас утром просто вот трава мокрая мокрая и жарище всем привет продолжаясь мальцов влог вообще не было настроение за этой шеи дурацкой вам ничего снимать абсолютно не было никакого настроение какая-то у меня апатия что ли какая-то случилась из-за этих болей я вспомнила как мне было плохо девчонки два года назад как у меня болело дико как мне кружилась голова и мне какой-то во мне страх поселился за эти два дня что у меня все это вернется и мне вообще пипец стало страшно и я очень не хочу вот испытать те ощущения которые у меня были муж неправильно говорит это видимо еще плюс нервное тоже истощение переживания 2 год был очень сложный институт мы мой институт постоянно это учеба постоянная усталость не высыпания переживания за сына и видимо плюс вот это вот шея и все она дала как бы я в общем-то восстанавливаюсь стала пить успокоительные таблетки чтобы немножко нервную систему поддержать а сейчас вообще я сижу возле управления по образованию где я работаю сижу и никуда не могу отъехать потому что у меня на штатной сигнализации не на штатной на брелке батарейка сдохла благо у меня муж здесь городе он там по работе что-то делал надо было ему там какие-то документы куда-то я ему звоню гур слушай купи мне батарейку я не могу закрыть машину под элементарным у меня в сигнализации это вообще особо особая песня не постоянно какая-то с ней фигня ну она быстро очень не точнее не быстро а мне надо было купить нормальную батарейку дюраселловскую какую-то такую нормальную а я купила фикс прессе ну и понятно она работает ровно две недели вот сегодня пятница значит завтра выходной я очень не хочу поспать и выспаться хочу один день вообще порелаксировать вообще девчонки ничего не делать но я не знаю как у меня конечно это получится вы же знаете я так всегда говорю и начинаю ничего не видел дома убрано в принципе можно завтра и заняться релаксом я так думаю если все сложится удачно а вот чуть-чуть еще шея побаливает но уже намного лучше потому что было вообще как как конечно капец капец полным вот у нас на улице прям лето лето опять жарище как-то уже честно поднадоело уже хочется прохлады уже хочется свежего такого знаете ветерка легкого очень хорошо когда такая жара когда ты сидишь на море когда вот ты на море она прям вообще классно когда ты муж приехал бы спасите стала пересматривать свои бить хох которые я записывал общем влог из головной боли и головная шея ой головная больная шея еду домой у меня девчонки бесит меня закладывать это ухо в общем я все проверила это только из-за этой долбаной перегородки короче надо сдаваться и пробивать себе нос потому что нос у меня дышит вот это на зря очень плохо из-за этого идет вот такие вот такая ерунда особенно когда жара вот сегодня на улице просто духотище страшное вот и очень очень жарко из-за этого закладывает нос еду домой сначала я еду на вайлберес мне там надо кое-что забрать покажу вам и сейчас заеду в этот супермаркет мне надо купить я хочу сделать мне же есть сыр бри хочу помогать сделать в духовке его с хлебушком будет такой мой обеда ужин ой погода только спать мы сегодня все как вареные курицы на работе не только у меня такое состояние у всех я жду не дождусь когда воскресенье я пойду на ресницы потому что вот это вот вы говорите зачем тебе ресницы естественно вот естественно у меня там осталось от нарощенных ресниц капли просто в огромном океане мне так не нравится я люблю когда ресницы вышли сразу другой взгляд другие глаза такая что же неплохо но нет так что девочки каждый выбирает то что ему нравится я выбираю наручную ресницы и жду воскресенье просто очень сильно девчонки что забрала чё купила чё забрала с валбереса показываю вам давно я пользовалась кремом он мне его привозили из турции я тогда покупала в турции он называется экс пигмент это тот крем который очень хорошо борется с пигментацией а почему я решила его взять ну потому что есть явные прямо у меня такие признаки пигментации и и как это правильно сказать то есть косметолог это я буду ходить косметологу однозначно но я хочу дополнительную борьбу вот этот крем реально помогает вот на период сейчас осень девчонки у кого пигментные пятна вы его используете но в чем заключается негативность воздействие этого крема на лицо то есть он убирает пигментацию но сначала вы точечно наносите и получается что в том месте где вы нанесли кожа краснеет потом она шелушится то есть я хочу вот сейчас пока будут выходные сегодня на ночь на несколько мест нанести чтобы потом это было не так все понедельник смотрелось не так все страшно а вообще хорошо его использовать период осень зима прям девчонки рекомендую обязательно ссылку вам оставлю но аккуратно то есть попробуйте на маленьком участке он может вызвать аллергию дальше я себе взяла вот такую маленькую мицеллярную воду все и открою погодите следующая покупка это мицеллярная вода биодерма биодерма как правильно у меня всего 100 миллилитров я не стала брать большую потому что я очень редко пользуюсь мицеллярной водой в основном я всегда пользуюсь и мицелляркой течение мицелляркой умывашка и в душу мне щеточка но вот эту взяла пусть она будет захотелось мне биодерм очку взять небольшую далее вот такая присоска для ночных линз матвею и по совету моей мамы и сестры я купила вот такой глицин сестра пьет уже где-то месяца наверно месяц точно она пропила очень хвалит у меня тоже сестра такая очень эмоциональная девушка и она говорит мне прям очень помогает горит я хоть стала спокойно спать и высыпаться вот тоже хочу попробовать очень прямо на мне рекомендовала приезжаю я девочки домой а у меня здесь скатерть самобранка видимой мамы которую же шарлотку и сделала макароны сделала компот сварила яблок принесла орехов нарубила весны вот видите как мне повезло с мамой девчонки на этой прекрасной ноте я буду заканчивать свой какой-то непонятный неинтересный наверно влог для того чтобы завтра уже в субботу полноценно вам за два дня поснимать то что мы будем делать я заказала шторы на как он называется на патио побольше подлиннее сынок принеси мне ноутбук он в гардеробной вот и короче говоря надеюсь что у меня уже будет все нормально я уже буду активно веселая потому что эти несколько дней было немножко таком не очень как бы в хорошем настроении скажем так ну как бы переживала это все болело было не очень к по кайфу на улице жара вот я сижу приняла душ и отдела свой топик который надеюсь вы все купили этот топик я вам скидывала в телеграм-канал очень классные топики вот сейчас вот на жару я одела шорты дома в этом топике прям кайф и еще девчонки я себе заказала новое украшение на осень как бы за деньги за свои я все покупаю все украшения за свои деньги у меня нет никакого бартера чтобы вы понимали я вам обязательно покажу может быть даже кто-то уже догадался короче всех целую всем пока